так коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получить сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской в самом правильном месте в мире где можно это сделать то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой размещу размещу эту информацию чтобы она у вас перед глазами находилась и я чуть-чуть времени 11 57 мы еще с вами не начинаем я специально чуть-чуть заранее вышел в эфир чтобы все кто заходят на страницу видели что то трансляция уже поэтому если кто-то в записи смотрим потерпите три минуты я немножко время потяну напишите в чате если вы меня видите и слышите и давайте пока мы с вами для разминки до проверим как у нас как мы писали пальчики наши устали напишите что сделали и по тренингу из того что запланировано и какой эффект какой результат кто писал кто пил водичку кто обливался ледяной водой кто бегал километры напишите что делали и какой эффект мало вижу мало фоток ребят не забывайте это делать да это кажется что это какая-то ну непонятно зачем это делать я это делаю тоже так как как и все участники тренинга я прохожу вместе со всеми утренние салфи и вечером отчет что порадовало за день поверьте это вот понимаете я не верю в сверхусилия да и свое время мы я на самом деле очень люблю гурджиева и и почитаю и уважаю но я с ним по большей части не согласен практически со всем что он говорит вот у него в числе прочих то есть я понимаю зачем он это придумывает да то есть его задача был он в другое время в другом обществе существовал да то есть его задача была растолкать людей пробудить вот и у него была такая концепция сверхусилия да то есть делать если вы хотите получить сверх результаты да вы должны делать какие-то сверхусилия и вот я с этим не согласен с тем что нужно делать сверхусилия я верю в то что сверх результаты чаще всего получаются там где люди делают маленькие незаметные но ежедневные действия то есть быстро на самом деле это медленно но каждый день неуклонное неуклонное движение движение движения движения вот я в это верю и мы здесь и на этом тренинге на всех на бесплатных на наших тренингах да то есть мы результаты получаем делаем маленькие незаметные действия с писательством то же самое да то есть не сесть и усраться написать там что-то за за один присест да а ежедневно ежедневно делать много много маленьких усилий сейчас секунду окей хорошо 1200 итак друзья все мы начинаем нашу самодисциплину для писателей и сценаристов второй урок а вопрос друзья мои мы с вами писали страничку текста а кто из вас написал больше одной страницы душу трамбардрит до сама где представляете с каким удовольствием ела хлеб самое непростое то хлеб перестать это тогда я без хлеба щас вижу я самодисциплину прохожу честно по чесноку все 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 как у всех пробежка и как бы ну пробежка она у меня и так как каждый день уже девятый год так если кто-то кто написал больше одной странице хотя бы на одно слово молодцы и все одну странице я написала больше каюсь надо было главу добить вот не добивайте главу не добивайте понимаете добили главу да у вас ощущение что закончены закончен какой-то этап соответственно в следующий раз не надо добивать главу да вот по кто вам сказал что надо добить главу не надо потому что если у вас останется недобитые хотя бы одно предложение да вам это одно предложение в следующий раз написать будет проще и она будет лучше или абзац да надо дописать абзац вот этот абзац вы на свежую голову начнете писать и он у вас будет лучше чем если вы его написали в конце в конце рабочего дня а вот поэтому самое трудное научиться управлять да то есть научиться управлять своей нормой вот вы решили для себя что я напишу страницу да и вы страницу и пишите следующий раз там две страницы надо будет написать до 2 страницы написали и тогда вам как бы проще работать вы сами принимаете решение сколько вы текста пишите они вот что прилетело то то это и написали вот и это на самом деле парадоксальным образом это облегчает и вход в поток и облегчает и качество текста тоже при этом повышается когда вы учите рисовать учитесь учитесь управлять теперь так вопрос кому было трудно сконцентрироваться на вот этом написание этой странице текста кому было трудно что иногда кому то иногда бывает легко писать иногда бывает трудно вот кому трудно если после текста лечь спать то как будто начался новый день как будто можно еще раз норму сделать день за два но там тоже есть такие методики на самом деле в некоторых условиях да я считаю что можно писать в несколько приемов до том случае во первых если вы только пишите да то есть там ну не знаю донцова например она пишет в несколько заходов в течение дня но она только пишет она больше ничем не занимается кроме письма да то есть она на службу не ходит одно время она еще там что-то вела программы там сям на радио на телевидении сейчас она только пишет она мне рассказывала про свой график кстати очень хорошее интервью с ней было если интересно найдите мы мы не про не про собачек разговаривали а про творчество она кстати потом отзыв написала что типа очень понравился очень хороший как бы разговор был и я тоже очень рад она она прям реально клевая на канале у меня найдите посмотрите три слова перебежали сами вот смотрите что касается концентрации это тоже достигается упражнением да мы тоже тренируем мы будем снова и снова возвращаться концентрации а есть такая штука да то есть если есть проблемы с концентрацией есть одна хорошая техника которая называется техника помидорки те кто проходил самодисциплину я вам про нее рассказывал если нет не знаете то есть такая штука был итальянский такой чувак франциско франческо черила он готовился к экзаменам студент и он никак не мог сконцентрироваться и вот у него была кухонная помидорка кухонный таймер он так закручиваешься механический и он там он до 30 минут ну вот и потом срабатывает он стоит я посмотрел сколько стоит вот эта механическая штука на алиэкспрессе стоит 80 рублей на этих где-то дороже где-то дешевле да ну там в пределах там 100 150 рублей можно его купить поэтому вот если хотите прямо механическую купите механическую есть бесплатное приложение она называется clock walk томей то можете скачать опять же поставить я им пользовался всегда сейчас я уже не делаю то есть ну как бы нет нет необходимости как она работает запускаешь таймер на 25 минут и 25 минут работаешь да то есть и как бы вот когда запускаешь этот таймер как бы как бы отключаешь ответственность за это да то есть 25 минут можно продержаться можно вот 25 минут работаешь дальше 25 минут закончил дальше 5 минут отдыхаешь но отдых это должен быть именно вот по-честному отдых да то есть не сижу-сижу работаю да потом хоп пойду в фейсбук посмотрю что-нибудь или в контакт или еще что-то ленточку где-то полистали а вот на самом деле это тот же тип работы да и там пять минут из вы забудете что пять минут потом два часа спустя ой я же хотел пять минут всего на вот поэтому именно вот честно отвлечься встать физические упражнения сделать да походить там глаза помассировать да то есть вот именно прям вот отключиться от работы в окно посмотреть а вот и дальше снова садитесь и снова 25 минут работаете и вот такие отмеч отмеренные прерывания да то есть это тоже прерывание работы они вам не мешают да то есть у вас как бы вы идете такими спринтами по 25 минут у меня рекорд по моему 16 помидорок я там какой-то большой проект заканчивал я прям 16 пропис 5 утра встал и 16 помидорок отработал но нет необходимости это делать да но там если я реально есть проблемы с концентрацией вот 25 минут концентрации 5 минут отдых 25 минут концентрации 5 минут отдых и вот такими вот спринтами очень как бы очень хорошо повышается помогает повысить концентрацию вот поэтому подскажите реально ли научиться вставать 4 утра и быть работоспособным пробовала несколько раз работоспособность нулевая ну например если вы сова то вы в 4 утра вставая вы работоспособными не будете да вот я жаворонок да мне легко у меня там я в школе например у меня там была я не могу не мог просто там у меня была работа у папы ферма было и как надо было работать там целый день до до вечера а вот и я вечером там уроки например не мог решать поэтому я вставал в 5 утра да вот в девять часов темнеет да я приходил с фермы с нашей с поля с нашего ложился спать вот в 5 утра вставал по будильнику шел в баню обливался ледяной водой потом садился делал уроки и там занимался своими делами как сейчас помню я там шекспира читал 8 то вот этот вот-вот-вот восьмитомник как раз я библиотеки брал и сидел сидел читал шекспира ипсона сидел читал а вот стихи пастернака переписывал в тетрадочку нормально работает да почему я жаворонок да то есть я в 5 утра если мне надо встать да я в 501 я вот счет по будильнику проснулся я уже на пике продуктивности а вот а если у вас медленный выход на пик продуктивности до вы в 4 утра проснулся 6 вы на пик выйдете только там часам в девяти а вот плюс конечно нужно организовывать график да то есть для того чтобы в 4 утра там в 5 утра вставать до соответственно ложится во сколько надо ну на самом деле ну надо 89 часов сна кому-то 8 кому-то 9 но мне 9 часов сна надо да мне 8 часов мало потому что ну физически физически физическая большая активность достаточно и физическая и умственная но вот я сплю 9 часов соответственно до что в 4 утра вставать да во сколько надо ложится 8 вечера ложится вы 8 ложились ну я уверен что не 8 ложились вы скорее всего часов в 9-10 если не позже ну конечно дну работоспособность будет нулевая если вы пять часов поспали так шестер на нас есть вот всегда был совой после первой самодисциплины приучил себя ложиться рано и вставать рано оказалось писать рано утром намного легче может был жаворонка но не знал об этом может быть и так может быть и так что жили как сова были на самом деле жаворонка то есть выходили на пик продуктивности быстро мы отдельно поговорим с вами про про жаворонка сависовизм значит хорошо вот если есть проблемы с концентрацией самый простой способ ее потренировать это использовать помидорку понятно надеюсь это теперь идем дальше рабочее место вопрос сейчас посмотрите на свое рабочее место и а внимательно как бы не надо описывать все что вы видите а есть ли у вас в пределах досягаемости до на вашем рабочем столе или рядом с ним да то есть что то что в поле вашего зрения во время работы то 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 вам не жизненно необходимо во время работы что то что вам не нужно во время работы напишите в чате вот если есть у вас что то что вам не нужно во время работы то есть но у меня во время работы до телефон не не нужен во время работы я во время работы когда я работаю до сажусь пишу я пишу на балконе отдельный кабинет для работы телефон остается здесь вот этот этот кабинет да это студия для эфира я здесь не пишу телефон остается здесь я на зарядку я уставлю а сам ухожу и пишу там и там просто стол на котором вообще ничего нет вот посмотрите что там есть мы котик лежит котик жизненно необходимая вещь для работы как вы без котика пишите вообще не не понимает вот при этом например это может быть что-то там не знаю фотографии детей например да или там любимого человека и вам кажется как я бить как я без них буду работать а чаще всего именно это отвлекает то есть вы смотрите да начинайте там вспоминают начинаете думать а что там у ребенка в школе а что там да то есть и вроде как кажется как как я уберу да это же будет предательство да а вот именно это то вам и мешает именно это вас отвлекает не знаю что что еще вот святое икона да надо там нужного святого какого-нибудь вот она стоит у меня на столе да но именно она мешает именно она отвлекает ну возьмите переставьте убирайте уберите ее со стола чтобы во время работы она вам не мешала мне не помогала мне не 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 забирала внимание вот посмотрите что есть на вашем рабочем месте да и вот если у вас есть что то что ними не нужно вам для работы вот это вам мешает это вам отвлекает это нужно убрать все вокруг кроме компьютера не нужно для работы кое-что вообще не нужно ни для чего ну вот это и забирает вашу продуктивность нет рабочего места стол в гостиной общей комнате ну соответственно да сейчас мы об этом поговорим что что с этим делать телефон меня этот бардак вдохновляет это вам кажется что у нас вдохновляет он забирает у вас энергию только статуэтка совы но я использую чтобы выходить из ритуала такая она вам нужна для работы да то есть вот если есть что то что вашем бардаке вас вдохновляет да посмотрите это чаще всего скорее всего один какой-то объект да то есть если бардак много объектов много объектов не могут вдохновлять они рассеивают внимание выберите один единственный объект который вас вдохновляет да если он не от не отвлекает не берет ваше внимание то есть что берет внимание сложный объект да то есть сложный объект с кучей дополнительных коннотаций да то есть татуэт косовые до коннотации смысловые минимальные до фотографии детей огромное количество смысловых коннотаций не я не знаю там кто-то портрет путина или там еще что что-то там да то есть там битлз портрет битлз или ну я не знаю что да вот кумир какой-нибудь который вдохновляет да вот ставите да и там 30 процентов внимания вашего и уходит туда поэтому это икона икона александра молчана свечку не забывайте перед иконой зажигать без свечки не работает просто икона бог сценаризма мне мы уже шутили тут по поводу того что нужно создать сценарную религию нет отдельного рабочего места вот поговорим сейчас об этом смотрите отдельное рабочее место это одна из вещей одна из факторов продуктивной работы то есть ну это работает так нет рабочего места ну соответственно продуктивность падает именно из-за этого еще один важный момент смотрите вот я не знаю одного единственного какого-то действия которые вот нажал кнопку да и продуктивность повысилась немеренно вот такого я не знаю но я знаю там 100 действий каждый из которых на чуть-чуть повышает продуктивность и вот мы несколько этих действий в сумме составляем и продуктивность растет стена передо мной это плохо или нет нет это хорошо я кстати говоря на самом деле тоже сторонник того что перед глазами надо лучше иметь стену чем например окно за которым все время изменения какие-то происходят вот у меня есть окно да но она слева она не передо мной она на балконе у меня перед глазами стена то есть у меня там не ничего то есть тоже сбоку есть вид какой-то если приходится в разных местах работать очень хороший вопрос значит сейчас тоже мы отдельно поэтому поговорим да но я советую вот в том что касается какого-то места до взять опять же какой-то объект который будет для вас ну показывать что это ваше рабочее место вот условная икона молчанова да условная статуя совы да или свечкой еще что-то да то есть какой-то предмет но только не телефон только вот с телефоном ребята телефон это очень отдельная тема прям отдельно будем по этому поводу говорить и тоже вот как бы как как собака да то есть чуть-чуть потерял бдительность все она тебя хватает за горло у меня тоже под как только я упускаю как бы контроль над ним он сразу же меня за горло берет поэтому все время за ним надо следить вот лучше чтобы это был не телефон а допустим какой-то объект предмет который в карман можно положить до вошли в кафе достали эту статуэтку рядом поставили все это мое место да там условно говоря ма мини мини кактус в этом самом в горшочке достали поставили это мое место это мое рабочее место до зашли на 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 кухню до поставили что-то там с полки сняли поставили икону молчанова да это мое рабочее место топка чистой бумаги может быть вдохновением надо тестировать может я думаю что может но там она может и наоборот быть фактором повышения стресса то есть если например сложно расписаться да но в целом может да то есть и там тоже куча может быть там вот эта мягкость бумаги запах бумаги там чернильная ручка если вы ручкой пишите то есть это все тоже может быть как каким триггером до который будет крючком который помогает вам начать работать но может и наоборот быть препятствием то есть тут надо тестировать надо смотреть хорошо дальше есть ли что-то а для чего что вам требуется для работы но вам для этого приходится вставать и идти куда-то да например там не знаю чай да вот надо там пить чай или кофе но мы с вами кофе сейчас не пьем да ну вот надо пить чай у меня огромная кружка до из которой я пью чай и соответственно перед тем как я начинаю работать я ее наполняю и сижу и потихонечку этот чай потягивай да и мне хватает на на время работы а если есть что-то что нужно да то есть если например вы курите во время работы вот кстати един я категорически это порицаю да но вот единственный случай если вы курите если вы курите тогда когда пишите да значит сигареты должны быть под боком спички должны быть под боком электронная сигарета должна быть под боком да то есть если у вас еще раз если это вам необходимо для работы сда значит это все должно быть у вас под рукой все трубки все сигары дату и все должно быть рядом вот это еще раз подчеркивает и единственный случай при котором я как бы курению отношусь терпимо в целом я конечно это категорически порицаю и сам не курю уже там 20 20 19 лет уже не курить хотя курил с 10 лет тоже 20 лет курил с 10 до 30 лет я курил очень плохая привычка вот если есть что то что вам нужно до заранее готовите и рядом ставите чтобы у вас не нужно было вдруг вспомнили а як там кофе не поставил пойду кофе ставят прокрастинация да то есть вы специально себе делаете для задел для того чтобы себя отвлечь вот поэтому и вот следите за этим курильщики тоже часто себе так делают да то есть я специально себе то есть как бы я это в этой это не знаю да но вот такие мозг игры с вами играет такие но я специально положу сигареты куда-то подальше до чтоб когда я начну писать я вспомню о том что надо сходить забрать вот я пойду туда потрачу на это время какой-то и там еще 20 минут просижу буду там сидеть курить дух вот все должно быть рядом у меня ребенок засыпает я россию в кабинет тоже об этом отдельно поговорим о том как как с детьми делать я у меня я двоих детей вырос и и двоих внуков меня двое детей двое внуков поэтому поверьте про детей я знаю все причем там с первым ребенком с дочкой там может как-то я меньше присутствовал в ее жизни да вот второй ребенок он просто на мне все время вот поэтому и его самое маленькое самое вот это тяжелое детство до когда он только родился пришло на самую интенсивную мою творческую жизнь я там три сериала одновременно писал так как вы относитесь к на диктовке текста который превращается из звука в буквы нормально отношусь совершенно да то есть если это не всем подходит но если это вам подходит да то есть есть авторы которые там вообще только диктует например стендаль только ты только диктует ну только диктовал до достоевский диктовал очень часто есть авторы которым это подходит я отлично к этому отношусь да как коврик и тора для мобильной молитвы и писательства совершенно верно абсолютно так заранее делаю большую кружку кофе и стакан воды чай и воду к сожалению курю курю много но эта трубка поэтому мне проще вот соответственно да если вы курите во время письма значит у вас все ваши трубки табаки и спички все должно быть на расстоянии вытянутой руки во время пятиминутной помидорки можно наличать да можно но в целом опять же да это тоже такое ухищение да то есть вы себе на это время намечаете какое-то дело да и вы на это тратите время да то есть вы забираете из этих пяти минут до которые надо отдыхать вы из них забираете тратить их на какое-то дело то есть ну в целом можно но лучше нет лучше не стоит теперь дальше вот это как бы первая ревизия рабочего места и все время за этим следите чтобы у вас не пролезло что-то лишнее на на ваш стол и чтобы у вас не не удалилась что-то что вам надо это такой постоянный непрерывный процесс который нужно все время контролировать теперь дальше рабочее место нужно использовать только для работы то есть если вы пишете на кухне то не ешьте то когда мы жили в однокомнатной квартире я писал на кухне я на кухне не ел то есть мы ели в комнате у нас был столик такой на колесиках на который мы выдвигали вы выносили еду садились и ели в комнате а если пишите в спальне ну значит не спите там спите в зале почему потому что у нас вырабатывается определенные ассоциации с местом которые на нас влияют и соответственно да нам наша задача создать как бы выделить это место где вы работаете она может быть визуально выделено опять же да как условно говоря да если ну прям понятно что у всех там сложные разные условия вот но например если вот это обеденный стол да не ну никак не полу я вынужден его использовать как обеденный стол опять же я делаю так что вот я там ставлю сюда фикус какой-то да это становится рабочим столом убираем фикус это становится обеденным столом да то есть вы для себя такой переключатель функции делаете и соответственно да нам нужно создать тишину нам нужно создать покой чтобы нас никто не отвлекал и в этом случае если например там не получается никак себе организовать то имеет смысл посмотреть за пределами своего дома да где можно себе рабочее место организовать что это может быть это может быть какое-то кафе да то есть в кафе да там есть фоновый шум но хорошая новость состоит в том что такой фоновый шум он не он как бы от него можно отключиться да то есть гур-гур-гур-гур-гур да там что-то болтают люди это не мешает да то есть вас этот эти разговоры не касаются и она не отвлекает более того есть сайты где выкладывает фоновый шум и там в числе прочего есть фоновый шум кафе и под него кстати очень хорошо пишется шум дождя там так далее вот хорошая тема кафе но если вы выбираете какое-то кафе которым вы пишете в это кафе не ходите отдыхать не хотите выпивать не хотите на свидание с девушками да то есть это кафе только для письма где еще можно писать можно писать библиотеки читальный зал библиотеки отличная тема сидят специально сторожат тетки чтобы не шумели можно приносить ноутбуки совершенно спокойно принесли включили есть розетки и садитесь пишите это бесплатно то есть я не знаю как сейчас в других городах ситуация да ну по-моему сейчас с библиотеками все очень неплохо в москве на расстоянии вытянутой руки всегда есть библиотека в библиотеке всегда есть читальный зал до бесплатно записывайтесь приходите и садитесь и пишите есть большое количество кого кингов опять же и в москве просто на каждом шагу до в регионах не везде но они тоже уже есть появляются да то есть тоже копеечку недорого совсем платите приходите садитесь есть розетки есть кофемашина да и никто вас не трогать никто вас не это самое да садитесь пишите опять никто вас не отвлекает то есть при необходимости себе рабочее место всегда можно организовать теперь дальше даже если вы живете в однокомнатной квартире вот я мы жили в однако сейчас у нас до большая квартира у меня большой комфортабельный балкон где можно писать но мы жили даже не 33 квадратных метра 32 квадратных метров у нас была квартира однокомнатная квартира жена ребенок даже в однокомнатной квартире можно себе организовать кабинет ну во первых есть кухня до за закрылись сидите пишите но иногда из кухни могут выгнать да надо там приготовить что я ребенку на что-то сварить да на этом случае что есть есть в ванной и в ванной ну писать в ванной вообще святое святое дело огромное количество книг сценариев пьес написано в ванной и у нас я нет не только писал в ванной да аят записывал вебинары взял эфиры однажды даже давал интервью сидя в ванну поставив на унитаз ноутбук и сидя на полу возле ванной нормально совершенно спокойно веб-тайси куда что не помню я давал интервью для подкаста веб-сарафане а вот нормально совершенно сидишь как бы и работаешь там просто рано надо было восемь утра выйти в эфиры и дети спали же как бы нельзя было шуметь на кухне а ванна закрытой двери дальше прихожая можно писать прихожей балкон можно писать на балконе сам в комнате жена на кухне до под столом можно залезть под стол шкафу можно залезть в шкаф и экстремальные варианты был такой русский философ степун который жил в комнате в коммунальной квартире с женой вот и он не мог писать она его отвлекала и когда он садился писать он жену закрывал в шкафу я уж не знаю добровольно или нет это происходило понятно что это как бы экстремистский такой случай вот но я к чему это рассказывает что вот это уединение для писателя важно и обеспечить это уединение это ваша забота ваша задача и соответственно даже если у вас там мало возможностей вроде бы как вам кажется всегда можно что-нибудь придумать не призываю закрывать жен мужей в шкафу да но в конце концов самому можно в шкафу закрыться уж сколько я видел кабинетов писательских организованных в нишах одежных знаете в хрущевках там в духовных и квартирах всегда есть такая ниша где обычно одежду хвалят охранят вот во всех писательских квартирах в которых я был в нишах стояли столы и люди сидели там и работали писали вот то есть всегда можно себе себе обустроить это все дальше следующее если вокруг шум и шум отвлекает что я советую делать я советую купить хорошие наушники да вот не такие как эти самые у меня есть но не буду вам показывать да есть большие наушники такие закрывающие уши полностью изолирующие вот берете наушники надеваете и не включаете музыку то есть они звук изолируют с одной стороны с другой стороны люди как которые подходят до проходят мимо они видят человека наушниках отвлекать нельзя вот и соответственно вы сидите пишите вам никто не мешает дальше следующее с музыкой тоже тут надо осторожнее я много разных вариантов тестировал у меня есть один роман который полностью написан под альбом группы megadet countdown to extinction и он вот прямо по времени как раз хватало мою норму написать а вот я утром вставал включал его в наушниках и садился писать писал и потом уходил на работу все-таки музыка со словами она отвлекает вообще тяжелый рок хорошо помогает стивен кинг кстати говоря тоже под тяжелый рок пишет по dcdc под guns and roses так далее так далее он помогает включиться помогает создать инстру как бы создать атмосферу до создать эмоциональный подъем с утра особенно проснуться но все равно все таки по по прошедшую времени я все таки чувствую что музыка все равно берет внимание все равно она как бы она что-то дает но она что-то и забирает поэтому если музыку то лучше брать музыку без слов она берет внимание меньше или брать какую-то фоновый шум тоже большое количество звука звуки дождя запускаете за шум моря шум улицы может быть до звуки машин там кафе вот лучше использовать такие звуки они все-таки лучше работают как фон меньше берут внимание либо вообще просто наушники и тишина в наушниках 0 звука тоже очень хорошо работает если например вы пишете на работе вообще идеальный вариант да к человеку к наушникам сам в наушниках обычно не подходит не отвлекает ну по пустякам во всяком случае да просто потрендить к вам никто не подойдет вот включили там тишина и все сидите работаете есть специальные наушники с хорошим таким этим самым пассивным но есть активное шумоподавление то есть когда там включаешь и он ловит как бы резонансом давит звуки вот а есть пассивный да он просто а по обкладывает и вы ничего не слышите вот очень хорошо работает теперь дальше управление пространством с помощью времени что это такое когда вы ловите время да когда ваше пространство свободно то есть что это значит работать тогда когда все спят например у меня когда я работал в газете у меня там первое время у меня не было ноутбука компьютера не было дома что я делал я приходил на работу я взял ключи в редакции и при в 10 в 8 утра еще никого нет на работе 8 утра я приходил на работу садился включал компьютер садился и начинал писать и писал роман свой значит в десять часов все приходили в 10 часов я моя норма закончен в 10 часов дальше начинается рабочий день то есть прям отличная в 7 утра шел у меня тогда дочка родилась значит 7 утра я шел на молочную кухню по брал там их кефирчик творожок и закидывал домой и к 8 утра приходил на работу и два часа у меня было спокойно комфортно для работы то есть работать тогда когда все спят работать дома когда все спят тоже ловить вот эти моменты до утром смотреть рассчитывать время тогда когда все спят если вы сова вечером соответственно всех удавили уложили спать и садитесь допустим там в 10 в 11 ну дети обычно рано ложатся спать а 89 часов и садитесь работаете вам никто не мешает то есть опять же к этому времени должно быть так все подготовлено чтобы не было ребенок заснул а мама который надо писать да ни рукой ни ногой двинуть не может а еще и мужик не траханый да надо там все дела бросать и как-то семейную жизнь свою налаживать да соответственно но ваша задача сделать так чтобы к этому времени если вы сова об этом еще отдельно поговорим чтобы к этому времени а вы были готовы писать чтобы вы были отдохнувшие от или отдохнувшие да то есть уложили всех спать не пошли писать я помню брал много лет назад есть такой сценарист олег маловичка и брал у него интервью как-то когда я делал делал интервью эфиры со сценаристами я у него как то какой-то у него странный график работает вот я пишу утром и вечером после 10 я такой не понял что за график а потом понял вот ребенок типа маленький вот что это такое да то есть если есть ребенок мы нашу работу подстраиваем под его график то есть вы ребенком ну ребенком управлять сложно да и если он хочет играть но вы идете играете да то есть вы не будете писать да как бы вы там полугодовалому ребенку не объясните что вы не хотите сейчас не играть вам нужно идти писать ну вот вы пойдете и будете будете играть соответственно если дети есть нужно быть готовым к работе когда ребенок заснет то есть если утром ребенок спит вы сидите пишите дальше днем ребенок заснул опять же чтобы не было такого вот заснул ребенок до спать он будет там час-полтора и вы сударно так что мне делать пока ребенок спит не знаю посуду мыть или еще что-то и далее вы все время тратите видели все эти полтора часа на то чтобы решить что заметить что делать вы заранее должны знать что он сейчас заснет у вас будет полтора часа времени соответственно в это время что я делаю ну редактирую текст например или там подбираю собираю материалы еще что-то да то есть делаю занимаюсь какой-то работой вечером опять же заснул опять это ваше время пока ребенок спит это ваше время и дальше вы решаете как в это время используете у меня например ребенок меня плохо очень тяжело тяжело спал ребенок аутист поэтому там куча нарушений и в том числе этом нарушении сна ну вот и он зацепал только на балконе с открытым балконом и его надо было укачивать по два часа то есть я выходил и садился два часа с фон в коляске лежит заснет я только перестану качать он сразу ворочается начинает вот два часа на балконе я всего бердена пересмотрел его этого самого годара пересмотрел кучу лекции переслушал да то есть я это время использованы для того чтобы сидеть там и злиться да когда что тварь заснешь да то есть ну окей понятно сейчас буду два часа качать да что я могу делать могу кино посмотреть за это время отлично сажусь смотрю кино на телефоне вот могу там послушать лекцию какую-то могу почитать что-то вот и как бы используйте время максимальным образом до чтобы не было такого что какое-то время у вас возникло дай вы просто теряете время да вы его все время используйте каждый каждый отрезок времени вы используете тремя четырьмя способами да то есть если я гуляю с ребенком например я еще параллельно там в наушниках лекцию какую-то слушаем вот если я бегу на пробежку опять же меня в наушниках да то есть я могу один раз используйте это да то есть просто бежать а могу бежать и еще параллельно слушать лекцию или аудио да то есть мы каждый отрезок времени используем параллельно там еще несколько раз а вот что касается детей дальше еще если например вам утром нужно отвозить ребенка в садик в школу да вот я там ребенка отвожу в школу или но обычно мужчина отвозят ребенка в школу или в садик да а женщинам как правило нужно утром встать покормить этих аглоедов своих до завтрак им какой-то приготовить зубы им почистить одеть их да и выпнуть чтобы они там ехали в садик или в школу вот соответствие эту работу они не могут как бы никому делегировать описать когда то есть я же сказал что с утра надо писать вот что я советую в этом случае делать да то есть проснулись утром откройте ваш текст который вы пишете и напишите там одно-два предложения да то есть как бы распечатайте текст начните работу над ним вот и дальше делайте свои дела кормить их завтраком отвозите в школу там так далее так далее да и у вас запут процесс уже запущен да и он будет вариться и дальше вы вернетесь и начнете писать да то есть получится прерывание здесь но она как бы все равно будет лучше нежели если вы сначала будете заниматься делами которые нужно сделать а потом садитесь и начинаете начинаете писать да не не с утра а там уже пару пару часов что-то по делу а понятно ли это если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы так да весь год хожу под да пишу под люблю писать вот шум кафе дам концентрацию я тоже кстати люблю мне именно шум кафе нравится так хожу библиотеке после первой самодисциплины там даже свое место и сменная обувь икона молчанова повести для 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 писательства активно так пишу под музыку или фоновый шум буквоеды до буквоеда кстати говорят тоже там есть эти места ванны это маленькая жизнь теплые под полы отличная тема больше всего отвлекать отвлекают близкие люди договориться с ними невозможно да ну соответственно что делать с близкими людьми но их можно нейтрализовать утья от них куда-то на это время так классическая музыка надо тестировать во первых смотрите классическая музыка это очень разная музыка да то есть одно дело в вагнер другое дело шопен третье дело мотор 4 дело бах 5 битховен да то есть разные там или шенберг да то есть нужно смотреть подбирать конкретно ту музыку под которую вы пишете да то есть ну вот например там я под шопена могу писать да а под баха не могу и непонятно почему вот то есть ну как бы это вот перебором как бы надо смотреть нужно подбирать вот под какого-нибудь под чайковского да вообще не подпишешь потому что там моцарт например или бах да у него что повторяющиеся структуры какие повторяется 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 у баха медленного моцарта быстро а у чайковского там ни один ход не повторяется там идет постоянное развитие дайте и ты все время да то есть там все время идет какой-то музыкальный сюжет непрерывно да и ни один ход не повторяется так как он был перед этим сам я просто тут недавно переслушал чайковского как раз таки вот и под него писать невозможно потому что ты все время следишь за этим музыкальным сюжетом ну и шенберг да например там вообще сидишь в трубочку сворачивается тоже это все требует требует потребление такой музыки требует внимание так есть хорошо понятно не могу определить а тоже папа времени определим и я вам у нас будет отдельный урок где буду рассказывать про график работы как работать с несколькими текстами одновременно я помню этот вопрос мне вчера его задавали может быть даже вы мне его задавали просто когда я буду рассказывать о графике работы и о стадиях творческого процесса это просто две отдельных темы каждый займет один урок вот поэтому я сейчас пока не буду не буду в эту тему погружаться но потом отдельно мы зайдем да вот эффект зайга зигарник да помогает незаконченная брошенная работа да то есть мы запускаем процесс да и как бы он он начинает на самом деле тоже вот у этого есть объяснение да что если есть какая-то неразрешенная задача до лучшие и начать делать что-то я кстати правки также советую вносить да то есть если пришли правки не сразу садиться их носить а прочитать осознать то как бы нужно внести и может быть даже начать что-то что-то делать запустить процесс вот а потом уйти и заниматься какими-то другими делами чтобы прямо делать что-то другое и потом вы вернетесь через какое-то время или на следующий день вернетесь и вы внесете все просто поразитесь тому откуда у вас возьмется огромное количество идей вот с писательством тоже то же самое да начались запустили процесс ушли сделали то что надо вернулись начали продолжили вернее работу и продолжать всегда проще чем начинать за утром нет времени вечером нет сил ну вы ничего ничего никогда не напишите значит ну вот да есть такое дело да вот ну вы всю жизнь как бы если вы писатель если вам дали талант для того чтобы писать а утром у вас нет времени на то чтобы писать ну как бы вы просираете свою жизнь ну как бы просто на хрен ее посылаете ну вы так и и проживете потом 50 лет оглянетесь назад и скажете блин я столько всего мог сделать а нихера не сделал просрал жизнь ну окей хорошо не вы первые не вы последний миллионы людей просирают жизнь продолжайте это делать так если привычка проверять в интернете слова подбирать слова вот есть такое дело да я советую это вообще убирать у стивена кинга есть тоже здесь есть две стратегии давайте так стратегия просто значит писал он какой-то текст тоже не знаю вот это как бы за что купил зато продаю да то есть не знаю правда это или нет значит пишет какой-то текст и тут значит он спотыкается на каком-то ну не за термине допустим или имени которые нужно уточнить значит и дальше он значит выходит из дома до интернетов то нет а это по-моему как раз первая мировая война значит и там чуть ли не под обстрелами идет на другую сторону парижа значит кому кому-то там библиотеку в какую-то значит или к знакомому какому-то выясняет эту информацию потом возвращается и спокойно пишет дальше вот я считаю что эта стратегия неправильно почему потому что когда вы пишете да самое важное это единое вот это дыхание текста на энергия текста она важнее на самом деле чем точность вот и стивен кинг замечательно значит это все квалифицировал он ведь вот когда пишешь допустим и нужна какая-то гора которую нужно назвать в тексте а вот как я в таком случае пишу гора манхэттен до манхэттен это там остров в нью-йорке до район нью-йорке вот и для себя помечаю проверить вот используйте гору манхэттен то есть когда вы пишете да и не знаете что да в каком городе не знаю сталин скрывался ссылки значит пишите сталина сослали в новосибирск до или не знаю в петербург в нью-йорк в мельбурн да то есть нарочито не это самое и в скобках проверить да потом закончили когда писать редактировать когда будете так как удастся стали сослали сталина значит пока туру ханск все вот значит мельбурн меняем на туру ханск вот или в вологду там пола где одно время тоже он был в ссылке у нас как раз в центре стоял домик где он жил в ссылке вот поэтому вся вот это все вот эти как бы информацию которую нужно узнать да мы все это при редактуре уточняем да вот стать асмик пишет музыкальный сюжет по поводу этого самого чайковского мы улавливаем музыкальный сюжет и перекладываем на текст да такой тоже очень часто бывает прогулка на свежем воздухе способствует вдохновению я бы сказал так переключению да то есть перек переключаемся да то есть когда нужно переключиться да это очень хорошо работает вот прогулка именно как переключение да мы пишем одну страницу и тоже не заканчиваем именно для этого да то есть мы пишем не заканчиваем мы обрываем на полусловие именно для этого для того чтобы нам легче было начать в следующий раз то есть если например вы пишет тоже есть на самом деле многие писатели по главкам пишут иванов по главкам пишет у него главки обычно две-три страницы вот он главку заканчивает и как бы но извините меня опять же да иванов сколько лет уже пишет да и сколько он текста уже выдает или там стивен кинг паттерсон да то есть это авторы к у которых уже это все отработано да и вот эти наши костыли вот тут все что я вам говорю это костыли а вот когда вы машину вашу писательскую разгоните вам эти костыли не нужны будут вы их можете спокойно совершенно отбрасывать так пишу просто потому что пишу могу собирать любом месте потому что собирают текст из своих записок и зарисовок это на разных предметах противобумажных салфеток где увидела и пришло это там записала потом систематизирует здесь у меня как бы есть 22 замечания поэтому то что вы написали с одной стороны как бы пишу пишу когда пишу с одной стороны это проход непрофессиональный да то есть пишу только тогда когда пишется да и понятно что если вы этим процессом не управляете вообще да то очень сложно получить профессиональный результат из этого то есть если вам надо будет написано примерно писать книгу там 700 страниц роман 700 страниц вы скорее всего не напишите потому что нет навыка писать тогда когда вам не хочется писать да то есть есть нам писать только тогда когда хочется но здесь есть такая хитрость который это можно использовать то есть это не только бак но это еще и фича если он хорошо работает тогда когда вы пишете нонфикшн книгу художественных книгах он работает хуже хотя тоже может быть вот особенно если вы пишете что-то в духе лоренса стерна до такой что называется дневник лирический дневник уже как бы выключаете важность то есть вы выключаете момент писательства то есть вы ни в какой момент времени не садитесь и не пишите то есть вы не говорите что я пишу книгу а вы садитесь и говорите я пишу заметки для книги я пишу идеи для книги да и ура страсть сразу же уходит да то есть писать заметки для книги писать идеи для книги это очень приятно да то есть вы пишете можете писать только тогда когда вам хочется вот и проще начать писать когда не нужно оттачивать мысль да то есть нужно ее просто сформулировать просто записать а потом отточу вот и жижик которого с которым тоже у меня сложные сложные отношения я не очень люблю леваков вообще хотя тоже одно время одно время уважал как бы идеологию и все на свете но так но тем не менее мужик абсолютно не дурак и в деле в нашем понимает философ славянский философ и значит он говорил что когда я начинаю писать книгу да мне очень сложно начать вот сказать что я сажусь и пишу книгу я говорю что я пишу заметки книги да и вот вы пишете на салфетках да блокнотах записаны книжки в телефоне да то есть собира записывайте что-то идеи какие-то вот а потом опять же вы это просто собираете изучаете смотрите о как хорошо я тут написала тут надо уточнить что-то да и опять же у вас как бы это не процесс редактирования да а это процесс такой вот царь кощей над златом чахнет да то есть процесс такого любовного перебирания своих заметок вот потом вдруг смотрите и книга готова то есть вы ни в один момент времени не говорите я сажусь писать гениальную книгу да то есть стресса нет вы либо пишите заметки либо потом сидите их любовную перебирать то есть вот могут быть тексты при которых это очень хорошо работает поэтому тут как бы не то чтобы нет правильных действий то есть важно понимать что какие-то действия правильные при работе над при одном виде работать над текстом да и над одним видом текста а есть вид способ деятельности который хорошо работает с другим видом с другим видом текста так в течение дня другие типы работы по теме текста делать сбор материала поправки по структуре характеристики героев тоже отдельно ребята об этом поговорим когда я опять же там буду рассказывать про стадии творческого процесса и про про график просто тоже не нибудь не буду сейчас на на этом сосредотачиваться много времени займет о классный вопрос наталья пишет в 50 начинать просто поздно смотрите ну я понимаю какого ответа вы от меня ждете даст что я скажу что никогда не поздно да и так далее нет для очень многих проектов 50 лет это уже поздно ну например для поэзии 50 лет уже поздно да потому что почему потому что поэзия это искусство эмоций до искусство создания эмоций а эмоции когда сильнее всего работают да они сильнее всего работают там с 15 до 20 лет поэтому например артюр рэмбо начал писать в 14 лет и в 21 закончил фактически да ничего не писал и стал одним из величайших поэтов посмотрите как писал пушкин в 17 лет он извините меня в 17 лет закончил руслана и людмилу до 18 написал бахчисарайский фонтан я могу там плюс-минус в одну в другую сторону ошибиться там на на год на два но это там примерно так был совсем молодой пацан писал очень крутые тексты посмотрите как писал лермонтов в 16 лет до белеет парус одинокий написано 16-летним пацаном или и кто-то камень положил его протянутую руку тоже 15-16 лет а вот а всего он прожил там 26 по моему да то есть в 26 ну величайший величайший поэт пушкин 37 прожил поэтому если вы хотите писать поэзию 50 начинать поздно что касается прозы вроде прозу люди начинают писать позже хотя тоже есть примеры например реймон редиге написал первый роман без в крови написал там 14-15 лет есть авторы которые что называется жаворонки такие жизненные жаворонки которые начинали писать рано и быстро очень сдулись либо либо умерли либо просто перестали писать прозе автор выходит на пик формы где-то годам к 30-35 и большинство крупных прозаических произведений написаны примерно в этом возрасте то есть толстой войну и мир начал писать ему было по моему там лет 35 закончил было он 42 вот и дальше начиная лет с 50-60 у прозаиков начинает вот эта сила начинает уходить и творческая сила начинает уходить и тексты становится меньше дал толстого война и мир 4 тома анна каренина два тома воскресенье один том также мурат небольшая повесть да то есть и дух уходит да то есть что то конечно там ну я очень люблю хаджи мурата я считаю там величайшим произведением да но понятно что с войной и миром его не сравнить да потому что война и мир это просто лучший роман за всю историю человечества да то есть рядом ничего поставить даже намного круче чего угодно намного круче божественной комедии намного круче там бальзаки все эти до флобера это просто там детский сад сравнить с войной и мир и круче шекспира кстати говоря да общепризнанная до всем миром признанная вершина литературы мировой вот с прозой да и есть только один вид творчества в котором авторы чем дальше чем позже тем больше набирают форм это драматургия у этого есть объяснение определенная да то есть во первых драматургии это немного текста да то есть это не столько текста как то есть ну писать прозу это просто большой физический труд много слов писать надо до писать и переписывать драматургии это просто физически писать не так много текста при этом этот текст который с одной стороны а он там есть эмоции да и они должны быть тексте и там есть структура то есть драматургия это математика плюс поэзия и поэтому написание драматургических текстов это единственный вид литературного творчества который дает человеку долголетие да то есть поэзия она со временем начинает человека разрушать поэтому вот это все клуб 26 поэтому клуб 37 до поэты быстро заканчивают поэтому проза тоже самое мало есть авторы конечно которые там и в 90 и 80 лет писали хорошие тексты да но даже очень хороших авторов посмотрите что маркес писал да в середине жизни да и что он писал в конце жизни да даже сравнивать даже невозможно а вот а драматургия посмотрите что писал танина гуэра в конце жизни что писал бернард шоу в конце жизни да то есть 80 в 90 лет драматург может быть на пике формы прозаик не может быть на пике формы в 90 лет поэтому драматурги начинают поздно бернард шоу первую пьесу написал пункт 34 года а что-то и этот с очень слабые пьесы ранее его да и он на пик формы он вышел только годам 60 лучшие пьесы он написал где-то там начинают я я опять же я боюсь ошибиться до в деталях какие-то но ему было там пятьдесят семь пятьдесят восемь лет да написал эти мою прекрасную леди как пьеса называлась пигмалион а 90 лет он начал он там типа как там пауза была потом в 90 лет он написал одну песню 92 года написал одну или две пьесы да то есть он и это отличные пьесы которые там куча постановок вот поэтому я советую почему я пропагандируют именно драматургии да потому что это творчество долголетия и это творчество 2 шанса то есть вы если вы попробовали писать романы не получилось стихий не получилось да вы к 50 к 40 50 к 60 годам можете написать хороший хороший драматургический текст то есть вполне может быть что вас просто зрел драматург поэтому в 50 лет начать писать сценарий начать писать драматурги в 50 лет это молодость для драматурга так можно уже сейчас коснуться тема плана не буду ребят ничего не буду по вот конкретно по ремеслу вообще ничего на этом курсе рассказывать не буду все в мастерской потому что иначе зачем вам если я вам все на бесплатных буду рассказывать зачем вам в мастерскую идти учиться 50 лет нельзя начинать писать как вы считаете только что вам об этом сказал я считаю что можно и в 50 и в 60 лет можно начать писать на самом деле просто можно писать да посмотрите сколько было лет я не помню как звали чувака который написал мастеркуга мэдисон хорошо за 50 ему было на хороший неплохой роман по которому был снят хороший очень хороший фильм так если кто-то кто пишет текст на бумаге очень хорошо кстати очень приятно на бумаге писать я люблю но я обычно все-таки пишу компе но я некоторые тексты пишу только на бумаге так стихи только на бумаге проза на компе у меня во время прогулки движения рождаются мысли образы сюжета это не противоречит правила закончил норму работы день надо тестировать то есть здесь надо смотреть понимаете потому что есть например поэты очень часто во время ходьбы работают драматурги кстати говоря тоже очень часто бывает так что вы ходите и варите варите текст иногда прям сцены обдумывайте диалоги слушайте то есть разные тексты разные как бы разные подходы то есть если например это проза и большой проект я советую стараться не как бы ну выключать себя на на время когда вы не пишете а если вы готовитесь написать пьесу да например там но пьеса как пишется вы год ходите и думаете а потом садитесь и за три дня пишите так и да кстати вот это все всегда обязательно надо фиксировать да то есть возникла какая-то идея нужно обязательный достали телефон на диктофон записали или в заметки записали потому что не записали потеряли всегда сто процентов так так знаю человека который как раз начал писать стихи когда вышел на пенсию уже две книги выпустила объясняет тем что появился психологический ресурс и время отличный пример ребят вот это прям вот вот шикарно ошибка выжившего да а я знаю человека а я а я не знаю человека который начал писать стихи а вдруг вы врете ольга я вот не знаю поэтому как бы это что есть какой-то человек который да это сделал нет я конечно думаю что вы не врете да скорее всего что действительно так она есть да я не знаю как и хорошие ли это стихи да то что человек выпустил две книги тоже опять же ни о чем не говорит да то есть в системе вот то что я говорю в системе это сто процентов так то что есть какие-то исключения ну естественно есть да он нобелевскую премию получил по литературе он книги за свой счет выпустил да или где-то напечатать поэтому естественно опять же и в мировой литературе тоже есть авторы да там пабло неруда до конца жизни писал стихи до диски робин тронат тагор тоже да то есть исключение естественно всегда есть на вот но очень редко бывает там ну вот буквально там два три случая за всю историю человечества до когда творческий автор сохранил поэт сохранил творческие творческий потенциал до старости а вот а вообще в целом да как правило вообще этого нет да даже гетте выдающийся выдающийся да то есть гениальный абсолютно поэт он за он дописывал если интересно почитать разговоры гетте с аккерманом да где он там описывает как у как вот история того как он дописал фауста вот и а теперь возьмите и сравните первую часть фауста которую написал в юности и вторую часть фауста который он закончил старости сравните уровень текста и сравните влияние первой части текста на на человечество на культурную на культурную жизнь человечества и влияние второй части на которую ну вот такие как мы блин студенты филологи только до конца дочитали и тут же забыли все я понимаю что когда я говорю уверенно что сразу же хочется со мной поспорить вы тут же мне скажете что а я читал вторую часть фауста и мне понравилось да даром что ничего не помню вот поэтому столько шансов уже упущено имеет ли смысл вообще рыпаться тоже хороший вопрос на самом деле я думаю что так что это же опыт то есть для писателя что вот мы чем чем хороша наша профессия до что любой любая любой не наш негативный опыт это то что мы можем описать да то есть любая наша потеря да то есть то что для обычного человека потеря то что это для нас приобретение мы можем это переплавить в текст так знаю ой ребят я знаю на самом деле вы вы не представляете сколько я знаю пожилых поэтов которые продолжают писать стихи на особенно когда я в крокодиле работал мне эти пожилые поэты советские да мне стихи свои слали пачками просто они все были ужасны совершенно поэтому ну чем вы говорите начала в 60 до 90 еще есть время да совершенно сапковский начал писать поздно ну тоже надо надо смотреть но я вам верю на слово картосар поздно начал писать 30 по 34 года первый рассказ написал поверьте вы как бы да вы можете там вспомнить какой-то один единичный пример да но я же не про да то есть можно найти исключение я вам сказал вот до мосты вокруг мэдисон 54 года человек роман написал один единственный роман за всю свою жизнь поэтому вот это вот эта ошибка выжившего то есть нужно смотреть на то как работает вообще в целом да то есть вы скорее всего да вы будете как все как основная масса творческих пишущих людей и на вас будут распространяться законы те же самые законы что и на всех остальных они случае исключений да потому что есть естественно есть исключения да но даже эти исключения они тоже подчиняются правила да вот есть джордж мартин который сначала писал прозу потом писал сценарий 20 лет потом снова начал писать прозу да но и джордж мартин уже сколько там восемь лет с последним романом со своим бьется почему потому что ну потому что прозаиком быть тяжело 70-80 лет и опять же есть там рядом с ним есть стивен кинг который как как фигачил как в 20 лет фигачил так и в 70 лет фигачит поэтому это по исключению анинский начал публиковать бои начинается ребят описать он когда начал вот давайте мы почитать есть очень хорошая книга по этому поводу у ивана никонорыча розанова называется литературной репутации вот почитайте у вас сразу все вот эти вопросы снимутся анинский начал писать с юности а то что у него по моим один сборник всего вышел и парисовый ларец поэтому не так однозначно правило не всегда работают конечно натонии правила не основанный на правилах даже в мире основанном на правилах есть исключение конечно естественно да но какова вероятность что вы окажетесь тем самым исключением ну один процент например я одна сотая процента с другой стороны если вы хотите как бы попробовать поперек пойти ну идите я тоже всегда люблю да любое правило нужно обязательно проверить а вдруг в нем вдруг я то самое исключение другое дело что люди очень часто и по глупости по своей да то есть вот можно пойти да путем да и как бы получить какой-то результат нет я пойду через лес ну видите сколько их там в лесу с диму но может быть вот именно вы любовь начнете писать стихи в 60 лет и будете тем самым единственным поэтому который начал писать стихи в 60 лет и получил высокие художественные результаты ноль таких автор ноль нет ни одного автора в истории литературы который начал писать стихи именно стихи и именно начал писать не публиковать начал как анинск описать стихи начал после 40 лет и достиг в этом смысле успех 0 ни одного автора поэтому про non-fiction возраст писателя имеет значение мне кажется что non fiction это все-таки для для возрастных авторов тоже что нужен опыт для того чтобы писать на non-fiction джон роулинг не понял что джон роулинг что что такое ошибка выжившего гуглите не не буду сейчас хреново ну нихриновые слабые просто потому что хороший что такое хорошее стихотворение хорошее стихотворение да это эмоциональное стихотворение да они нихриновые они головные то есть есть такой вот есть там у меня тут есть такой проект уильям батлер ец вот я сейчас как раз его перечитываю лауреат нобелевской премии между прочим да это же ранние стихи читаем да и поздние стихи читаем ранние стихи эмоциональные дают энергию до поздние стихи головные энергии нет силы нет а главное что есть в стихах да это именно сила именно энергия есть такие головные авторы бродский кстати такой головное мне не эмоциональный хотя я его очень люблю да ну это такая интеллектуальная философская поэзия это отдельная большая тема да мне мы то с вами нам с вами у нас с вами разговор технологический да они не искусствоведческий поэтому нет ошибка выжившего про самый про то как анализировали в годы войны анализировали какие самолеты долетают при каких попаданиях самолет долетает до аэродрома да и выяснили что вот такие вот если сюда вот попадает в это место крыла попадают пули до то самолет долетает и решили что значит надо быть вот сюда чаще всего попадают пули значит надо укрепить именно это место а вот а потом поняли что те самолеты в который в другие места попадали пули они просто не долетали и не давали материала для анализа и значит вот то место куда пули долетали значит это неуязвимое да то есть с этими попаданиями самолет может долететь поэтому ребят ну как бы если вы послушав этот вебинар единственный вывод который вы сделаете что нет я не верю я сделаю по-своему я начну писать стихи в 60 лет и я буду тем самым единственным человеком который самый да который победит до берет флаг флаг вам в руки до бродский головные набьют на почитайте те годы почитайте его ранние стихи почитайте поздние стихи сравните и выясните и определите для себя какие стихи бьют в сердце ранние или поздние и вы увидите что все те стихи бродского которые нам известны он написал 60-е годы а то что он писал после эмиграции да не один текст из тех что он написал после после эмиграции ни один из этих текстов не известен я так как раз вы понимаете вы меня пытаетесь на на литературовических каких-то вещах ловить да но вы как бы не учитывайте что я вообще то филолог я все это знаю я бродского читал еще тогда когда его у нас не публиковали в сам издате даже сидя в деревне в своей я сидел и переписывал переписывал стишки бродского в тетрадку а полное собрание сочинений но не не знаю насколько полная но довольно полная и перечитываю в среднем там раз три-четыре года и очень его хорошо знаю и люблю так окей все давайте на деталях не будем фиксироваться я понимаю что когда приходит человек и начинает уверенно говорить вещи которые противоречат вашему миросозерцанию и миропониманию хочется тут же его оспорить пойти погуглить когда гуглить какой-нибудь пример да но но окей что вам это даст хотите результаты получать делайте то что я говорю окей хорошо значит теперь следующая поза к в которой вы пишете не наклоняться не сжиматься не скрещивать ноги следите за этим очень часто мы чувствуем усталость из-за того что мы пишем не из-за того что мы выписали а из-за того что когда мы пишем мы пишем в напряженном напряженном теле до наклонившись сжавший скрестив ноги да вот так себя узлом завязав и сидим пишем и мы из-за этого устает поэтому вот тоже если вы будете ловить себя за это вспоминайте расслабляйте пишите с расслабленным телом да то есть пишите со спокойным да то есть без без изгибов без извива теперь домашнее задание а для тех кто знает свою норму сегодня пишем свою норму для тех у кого нормы нет или пока не определена длина напишите столько сколько комфортно и задача попробовать определить свою ощущаемую норму то есть вот попробовать написать да то есть мы норму свою нащупываем мы не можем ее там решить что а вот столько я буду писать попробовали посмотрели сколько вот попробуйте за следующие 24 часа до 23 часа определить свою ощущаемую норму и после того как сделаете как напишите вознаградите себя за это дальше после того как сделайте какие-то изменения со своим рабочим местом зафиксируйте их напишите на рабочем месте сделал то-то 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 добавил то-то убавь и вот собственно ответы на вопросы я вам если будут еще какие-то вопросы отвечу после самого можно ли как-то заставить понятно ли домашнее задание если понятно напишите в чате что все понятно можно ли как-то заставить себя любить стихи а зачем но если вы не любите стихи зачем их любить ну толстой например не любил стихи хотя он в юности он пытался даже ну там то опять же есть давление общества да он его молодость пришлась на то время когда основной литературой были стихи он писал стихи погуглите найдите стихи льва толстого они очень смешные так когда писала про пожилого поэта папе за показала что он пишет изо дня в день одно и то же эмоции на грани истерики все человек просто в замкнутом кругу этих стихов соскочить всегда не может но бывает такое но ребят как бы он у него есть поклонники то есть есть кто его творчество востребовано но что-то мне подсказывает что нет поэтому как вы относитесь к тому чтобы писать лежа нормально отношусь надо тестировать опять же в какой позе писать набоков писал лежа гоголь писал стоя толстой писал сидя поэтому как бы надо подбирать майковский писал ходя по комнате бормоча стихии то есть важно чтобы вы понимали одну вещь да вообще на самом деле да то есть есть принципы да то есть я говорю то что я вам даю да мне важно чтобы вы понимали принципы и отделяли их от конкретных каких-то подходов да и принцип он в числе а один из важных принципов да то что мы там разные тексты пишем по-разному разные есть разные писательские темпераменты опять же да то есть нет такого что мы под одну гребенку делаем все да то есть я же вам не говорю допустим что все должны писать сценарий хотя я считаю что конечно все должны писать сценарий да но я вам не говорю что ребята вот вам повезло у вас есть возможность попасть в мою сценарную мастерскую поэтому вы все вам всем надлежит пойти и написать сценарий я понимаю что среди вас есть какое-то количество людей которые не напишут ни одного сценария и как бы это ну на вашей творческой биографии никак не отразится не не в худшую не в лучшую сторону да то есть ну как бы разные творческие темпераменты разные творческие биографии да они строятся по-разному но если вы понимаете принципы вы в этой своей творческой биографии будете более эффективны я же не заставляю например всех там вставать в 6 утра и садиться писать но если вы сова это вас убьет достаточно быстро вам не надо этого делать если пишешь диалоги там тоже считать страницами да тоже считать страницами просто их больше у вас будет больше страниц диалогами то есть я например когда пишу пишу сценарий да у меня норма 10 страниц когда я пишу прозу у меня норма 3 страницы когда я пишу нон-фикшн книгу и у меня норма 2 страниц то есть разные тексты разная норма текста когда я пишу пьесу да я могу пьесу написать за три дня большой текст 40 50 страниц да и там другая норма совершенно да то есть я сижу и пишу за один присест работа над планами идеями приходит в норму тоже вот чуть попозже ребят пока не забегайте вперед я не не хочу я просто если я вам все вывалю да у вас каша будет в голове поэтому давайте по порядку давайте сейчас с рабочим столом разберемся потом дальше идем да пишем сколько можно фиксируем норму написания так теперь переходим на сейчас я посмотрю этот самый перейдем на хард люблю писать в постели не могу заставить пересесть я только что об этом сказал хотите писать в постели пишите в постели пушкин писал в постели отразилось это на к на качестве текстов вот как вы думаете если бы я получил пушкина я бы ему сказал александр сергеевич чё-то херню ты какую-то пишешь давай-ка пересаживайся за стол ну как бы он писал в постели до трех часов ночи дня лежал в постели писал ну на качестве текстов ну ему как бы нормально ему это подходил так какой текст писал ну какой пишите такое пишите потом писали ребят еще раз мы у нас были предварительное занятие на которых мы это все я вам я вам давал занятие задание определить что вы будете писать если не знаете что писать пишите свою автобиографию так если утром от пробежки душа текста слишком устаешь лучше писать вечером ну надо смотреть здесь надо смотреть я на самом деле советую писать до пробежки то есть я обычно пишу если вы жаворнок да сначала пишите потом бежите но после пробежки тоже можно писать но тяжело труднее вот елена немножко в сторону замечания но я его прочитаю молодые тоже могут писать одно и то же дело не столько в возрасте сколько в том что не за развивать язык не пробует новые формы не исследует новая тема многие замкнут и в себя это загоняет в тупик я с этим согласен потому что конечно кроме самодисциплины вы должны ну во первых читать до желательно на разных языках да то есть осваивать большое пропускать через себя очень большое количество текста во вторых у вас должно быть полноценное развитие культуры вообще нужно читать не только художественный текст на читать философию надо читать журналистику на читать политологию надо читать социологию надо изучать математику да надо слушать классическую музыку на надо ходить в театр да то есть ну творческий человек должен быть полноценно развит нужно общаться с людьми с умными постоянно да и нужно изучать ремесло то есть для того чтобы хорошо писать нужно изучать как как писать не язык не грамматику а именно писательское мастерство точно так же как художники же учатся рисовать до изучают композицию изучают сочетание цветов там и так далее так далее я не знаю что они еще изучают поскольку не художник да вот мы тоже должны изучать да у нас очень многом отчасти то есть это иллюзия то что писательству да вот есть таланты ты пишешь да там ремесла столько это гораздо более сложное ремесло чем там строительство кораблей например и архитектура все надо изучать вот этому кстати очень мало кто учит очень мало кто вообще понимает как как устроена наша профессия как устроено писательство коуч для пушкина да если бы я был коучем пушкина уж точно него бы дуэли не было хорошо теперь переходим на хардкор значит упражнение на концентрацию сейчас возьмите в руки какой-нибудь предмет кроме телефона любой предмет кроме телефона возьмите в руки это неважно что книга чашка ручка не важно что только не телефон потому что мы его и так он у нас все время в руках теперь я попрошу вас течение следующей минуты закрыть глаза и в течение минуты пальцами ощупывать этот предмет и собирать ощущение от того какой этот предмет минута пошла засекаю ощупываем какой-то предмет в течение минуты и Продолжение следует... Так, есть, минута прошла. Теперь не пишите, не пиша, не пися, какой это предмет, напишите в чате, какой он на ощупь. 2-3 определения. Легкий, шершавый, круглый, гладкий, ребристый, продолговатый. Одна сторона гладкая, другая колючая. Отлично. Есть, хорошо, вижу. Значит, тоже рекомендую практиковать такое упражнение, да, время от времени какой-то предмет разглядывать руками. Да, то есть, неважно на самом, какую, что угодно, да, то есть, любой, любой предмет может, да, глаза закрыли, да, или не смотрите, и щупайте, и проверяйте, да, то есть, фиксируйте вот эти ощущения. И вы, тем самым, опять же, да, вы расширяете свою гамму инструментарий свой, да, то есть, у вас появляются новые красочки. И вы, опять же, и в творчестве своём тоже можете это использовать, да, то есть, когда у вас герои, да, то есть, вот эти тактильные ощущения, да, они тоже используют. Когда взял, не знаю, пистолет, да, а он какой, да, а он, например, лежал в кармане, да, и он разогретый от тела, да, то есть, и вот если вы напишите, да, что достал пистолет из кармана, а он горячий из-за того, что он в кармане лежал рядом с ногой, и поверьте мне, он, вот это неожиданное вот это ощущение, да, оно запомнится. И, может быть, вообще это и будет то самое, что запомнится, что зацепит из вашего текста. Вот, и время от времени это, да, давайте вашим героям щупать, щупать какие-то предметы, а для этого нужно щупать самим, щупать, проверять эти ощущения и фиксировать их. Хорошо, домашнее задание для хардкора. Перевести телефон в монохромный режим, в чёрно-белый. Для чего мы это делаем? Хотя бы на время самодисциплины. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы снизить зависимость от телефона. Телефон самый, как я говорил, это самый такой предмет, который больше всего внимания берёт, вот, и чёрно-белый режим, он помогает, помогает снизить зависимость, да, то есть вы как бы смотрите, а он чёрно-белый, он менее привлекательный, во-вторых, вы себе напоминаете о том, что нужно от телефона, да, нужно его отложить. И вам легче его отложить, когда он чёрно-белый, да, то есть вы уже, например, в Инстаграм не полезете, картиночки смотреть, да, то есть у вас там снизится зависимость. Телефон очень сильно понижает продуктивность. Вот, сделайте его чёрно-белым и заметите, что вот пока сколько не продержите, хотя неделю продержитесь на чёрно-белом, у вас на это время очень сильно вырастет продуктивность. Понятно ли вам домашние задания? Если есть какие-то вопросы, готов отвечать на ваши вопросы. Сейчас я вам пока, пока вы пишете, домашку залью и напоминаю, что у нас идёт набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской, и если вы к нам планируете, если вы хотите стать именно профессиональным сценаристом, да, то есть если вы хотите освоить писательское мастерство на профессиональном уровне, то присоединяйтесь к нам. Вот я вам скину ссылку на то, как перевести телефон в монохромный режим. Видеоинструкция, она минута. Ещё напоминаю, не забывайте каждое утро селфи с улыбкой в комменты, и каждый вечер отчёт о том, что порадовало за день. Тоже не так много времени это берёт, да, секунда утром, там, три секунды вечером. А эффект будет значительней, поверьте. Это очень-очень-очень сильно и творческую... И качество жизни очень сильно повышает, и творческую продуктивность тоже очень сильно повышает. Поэтому... Сама не заметила, как оказалось во френд-ленте, сделала 10 приседаний. Так, прохожу практическую магию в записи. Куда лучше писать отчёт? Ну, лучше здесь, ВКонтакте. Но у нас базовая, базовая площадка сейчас ВКонтакт. Потому что там Фейсбук вообще, там, чёрт-те что, в Ютубе тоже, как бы, небезопасно просто. Поэтому как-то мы уже, вот мы два года уже полностью, да, то есть там есть у нас ВКонтакте, и в Инсте, и везде. Есть, конечно, свои площадки, там какая-то жизнь теплится, но основная, основная площадка у нас сейчас здесь. Больше 60 тысяч подписчиков, и как-то нормально всё. Здесь самое главное, что здесь можно фотографии постить в комментах. На Ютубе нельзя, нельзя запустить фотки в комменты. Поэтому всё и здесь. Есть всё, мне кажется, всё понятно. Большое спасибо за внимание. Получаю большое удовольствие от диалога с вами. Нравятся ваши вопросы. Нравится, что вы такие путливые. Ничего, наверное, не принимаете. Всё проверяете. Всё делайте правильно. Так, прежние эфиры исчезают? Нет, они здесь же, где-то там в записях остаются, существуют. Если что, можно переслушать. Я просто каждый новый урок ставлю в закреп, вверх страницы, чтобы людям не шарились по странице, заходили и сразу же видели. Вот, окей, всё, увидимся завтра здесь же в 12 часов. Ещё раз напоминаю про этот самый, да, про курс сценарий полноветражного фильма. И пока, до завтра. Чем вы себя порадуете? Прогулкой с ребёнком, конечно же, порадую. Сейчас, прямо сейчас порадую. Покончу, пойду гулять. Пока-пока.